Карагандинские дети массово понесли в школы исписанные тетрадки, старые куклы, обложки и ветхие книги. Все это будут отправлять на утилизацию, благодаря чему на местном заводе по переработке пластика появилось больше сырья, а еще необычное нововведение. Но больше всего взрослых удивило поведение детей. Юлия Волкова о креативном подходе к акции ТАЗА Казахстан. Ребята, что, как вы думаете, является более опасным? Батарейка или пакет? Батарейка! Когда батарейка попадает в почву или воду, она начинает разлагаться. И при своем разложении она выделяет токсины, яды. Эковоспитанием здесь занимаются с начальных классов. Рассказывают про типы отходов, про огромный срок их разложения и о плохом влиянии на природу. Черепаха в океане, там же плохо видно, они едят медуз. Если, например, полиэтиленовый пакет там будет лежать, то тогда они могут считать ее за медузу. Они могут ее съесть. Черепаха, она умрет. Многий мусор попадает в озера. И этот мусор разлагается и отдает радиацию. Поэтому мы должны сортировать мусор для того, чтобы он провалялся на заводы, а не в озера. Мы дома сортируем мусор. У нас три отдельные мусорки. В одной мусорке металл и стекло. В другой мусорке пластик. И в третьей какие-то пищевые отходы, которые мы потом удобряем в свой огород. Поэтому дети из 33 школ города целый месяц собирали макулатуру и пластик. А учителя отвозили все это на завод по переработке отходов. Одинаково принимали участие. Девочки, мальчики. Девочки приносили, мальчики грузили. Коллективно это у нас такой был коллективный дух. За месяц нам удалось собрать более 150 килограмм макулатуры. Дети собрали и принесли не только альбомы, блокноты и школьные тетради. Как мы видим, здесь и старые помятые книги, которые, вероятно, пылились дома на полках. Но некоторым из них все-таки решили дать второй шанс. Прямо на пункте приема в Торсере организовали вот такую мини-библиотеку. Каждый, кто принесет сюда сдавать бумагу или пластик, может взять себе взамен абсолютно бесплатно любую книгу. Вот такой буккроссинг. Здесь только те книги, которые, так сказать, сохранили товарный вид. Остальные отправятся на Алматинский завод по переработке макулатуры. А пластик останется здесь. Его превратят в крышки для канализационных люков. Дети с учителями приходили, сдавали нам макулатуру, картон, полиэтилен. Сколько всего удалось собрать? 540 килограмм пластика и 3,5 тысячи килограмма макулатуры собрали. Очень важно, чтобы пребывали с детства эту культуру. За макулатуру и пластик предприятие выплатило школьникам деньги. Но дети не потратили их на себя. Дети большую часть денег отправили на благотворительность. Волонтерские организации, которые занимаются защитой и заботой о животных. На таких детей стоит равняться и нам, взрослым. Чтобы вокруг стало лучше и чище, всегда надо начинать с самого себя.